Всем привет! В этом видео я расскажу о таком проекте как Neox. Его суть заключается в том, что на 85% монеты добываются с помощью Proof of Work и на 10% с помощью Proof of Game. В этом видео мы посмотрим как настроить майнинг этой монеты и как настроить игру для того, чтобы когда вы играете вы могли получать эти токены и узнаем сколько можно на этом заработать. На текущий день монета Neox не самая прибыльная. При розетке в 4 цента она будет майнить в плюс. Спустимся пониже. Получается чистыми доход будет 13 центов в день. Но если брать, например, самую выгодную монету, то это будет 17 центов на монете Btube Cash. Также здесь не показана монета Nexo. Видео о ней было на канале. Доходность по данной монете вы можете посмотреть на сайте hashrate.no. В верхней строке вводите стоимость розетки. В правой колонке вы видите чистый доход, а в левой колонке грязный за один день. Для начала нужно скачать кошелек. Скачаем его на официальном сайте Neoxo.net. Здесь выбираем Neoxo Qt Windows 64 в случае если у вас Windows. После скачивания распаковываем архив и запускаем вот этот файлик Neoxo Qt. Здесь нам говорят, что блокчейн будет весить примерно 8 гигабайт и нужно будет в каталоге данных, чтобы такое место было свободно. Можете переопределить его, выбрав вот эту галочку, используя другой каталог данных. Я же оставлю тот же самый. На данном шаге нажимаем Generate и вот эту фразу нам необходимо записать. Также здесь необходимо ввести фразу пароля, которую вы придумаете сами. Данные слова нельзя терять, они пригодятся для восстановления кошелька, если вдруг у вас, например, слетит операционная система. После того, как записали слова и придумали пароль, нажимаете Import. Теперь необходимо придумать пароль для кошелька. Здесь вводим какой-нибудь пароль, его также запоминаем и нажимаю Подтвердить. На данном шаге необходимо дождаться, когда блокчейн Neoxo синхронизируется с нашим компьютером. Скачаются эти 8 гигабайт, о которых говорилось ранее. После того, как ваш кошелек до конца скачается, здесь нажимаем Файл, Получить адрес. Нажимаем Новый и создаем какое-нибудь его описание, например, для майнинга. И вот тут, видите, справа появился адрес. Нажимаем Копировать. Если мы ставим блокнот, чтобы получилось, получится вот такая строка примерно. Теперь мы можем на данный адрес майнить. Можем перейти на сайт 2miners, например, и там подключиться к пулу. Вот здесь находим Neoxo, кликаем по ней. Здесь нажимаем Быстрый старт и скачиваем майнер. Я скачаю TerexMiner. На этой странице небольшая инструкция. Спустимся ниже. Здесь нажмем, где скачать TerexMiner. И здесь вот возьмем этот архив с паролем 2miners, потому что он уже будет настроен для данного пула. Нажимаю Скачать. Распаковываем полученный архив пароль 2miners. В этой папке находим Neox Pool. Нажимаем Изменить. Сюда прописываем наш адрес, который мы взяли из кошелька. И здесь запускаем. Теперь переходим на сайт пула 2miners еще раз. И здесь вводим адрес кошелька. И нажимаем на поиск. Через минут 5 можно будет еще раз ввести его в поиске и должна будет отразиться статистика. Потому что сейчас еще я не намайнил ни одного блока. И вот мы видим то, что отразился наш работник на пуле и он майнит Neoxo. На хайве все настраивается максимально просто. Необходимо перейти в полетные листы. Здесь во все полетные листы. Добавить нашу монету Neoxo. Создать кошелек. Здесь дать ему название. Допустим Neoxo. Cold, типа холодный кошелек. И здесь нажимаем создать. Здесь выбираем пул 2miners в нашем случае. И майнер. В нашем случае карты AMD, поэтому я выберу TeamRedMiner. Здесь даем имя полетному листу. Например, Neoxo Minerso. Cold, что-нибудь такое. И нажимаю создать полетный лист. Теперь нажимаю запустить полетный лист и выбираю вот нашу вот монету Neoxo. Нажимаю применить. Нажал кнопку обновить. Появился хешрейт. И теперь наш воркер также должен отразиться на пуле. Вот теперь у нас на пуле 2 работника. В майне мы ждем выплат. На примере игры Rust узнаем, сколько платят за игры. На самом деле я не любитель играть в подобные игры и аккаунт я одолжил у своего друга для того, чтобы проверить сколько все-таки платят и платят ли вообще. Для того, чтобы проэкспериментировать на играх, нужно перейти в Proof of Game. И здесь, получается, будут поддерживаемые игры, за проведение времени в которых вам будут платить. На момент съемки видео доступно 3 игры. Это получается GTA 5, Rust и Minecraft. Для этого нужны официальные их версии, купленные в стиме. И здесь указаны адреса серверов, которые нужно будет ввести и играть на них для того, чтобы получить выплаты. Далее видео покажу, сколько удалось заработать за полтора часа игры в Rust. В стиме переходим в вид. Серверы. Избранное здесь. Добавить сервер. И добавляем сервера со страницы с официальным сайтом Neox. Добавить в избранное. И добавлю второй сервер. Добавить в избранное. Один получается европейский, другой в США. Запускаете игру и здесь нажимаете Play Game теперь. И здесь как раз вот есть сервера. И вот те, которые у нас, два избранных мы добавили. Теперь мы можем к ним отсюда подключаться. Вот, например, хочу подключиться к этому. Нажимаем присоединиться. Внутри игры нажимаем Enter. Сюда пишем ADD wallet. И сюда вот номер кошелька. Для проверки вводим команду wallet. И вот видим то, что сейчас отразился кошелек, который мы привязали. Сверяем его. Монеты за игру платят раз в сутки. Вы можете посмотреть их в своем кошельке. Или нажать, например, на Explorer. И здесь ввести адрес кошелька. И будут видны все транзакции под нему. За полтора часа игры мне заплатили примерно 124 монеты. Не очень понятно, за какие именно действия платят монеты. Но если вы фанат подобных игр, то можете поиграть и проэкспериментировать. Возможно, вы сможете что-то заработать. Обменять монету вы можете на бирже TXBit.io. Если у вас нет аккаунта на данной бирже и вы хотите поддержать канал, вы можете зарегистрироваться по ссылке в описании. Всем спасибо. Внутри личного кабинета после регистрации необходимо нажать на кошельки. Здесь в поиске ввести на Окса. И сюда нажать депозит. Здесь ставим галочку, то что данный адрес не используется для майнинга, потому что майним мы же на кошелек официальный. Сейчас мы с официального кошелька сюда переведем деньги, а уже потом обменяем. Получается, копируем данный адрес. И, например, я хочу перевести 700 монет по текущему адресу. Для этого я нажимаю «Отправить», ввожу сюда получателя, тот адрес, который мы скопировали, и количество, например, 700. Снизу будет написана «Комиссия». И теперь нажимаю «Отправить». Здесь необходимо ввести пароль, который вы указывали при заведении этого кошелька. Ранее видео. Нажимаю «Ес». Теперь ждем поступления монет на биржу. После поступления монет на биржу вы их можете обменять на что-то другое, например, на крипто-доллар USDT. Здесь в кошельках на вкладке нажимаете «Не показывают нулевые балансы». Появятся монеты, у которых есть баланс. Вот у меня это «Неокса». Нажимаю «Рынки». И здесь убираю «Неокса», «USDT». И здесь я могу ее продать. Если видео было вам полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал в том числе. Всем хорошего дня!